Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Камаз! Наконец-то мы приступаем к ремонту нашего Камазюки. Честно вам скажу, выходные плохо спалось. Хотелось скорее забраться уже сюда в гараж и начинать постройку Камаза. Я знаю, у вас часто возникают точно такие же эмоции, поэтому вы меня поймете. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня мы занимаемся нашим Камазом. Надеюсь, видео вам понравится. Вкиньте лайки, если понравится. Если не понравится, разрешаю нажать дизлайк. Вам приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Начнем мы, друзья, с того, что посмотрим, что нам досталось в Камазе. Всегда интересны пережитки предыдущих водителей, которые использовали здесь что-то. Какие-то бумажки, документы, надписи. Всегда это очень интересно в новой технике, которую покупаешь. Но для этого нам нужно перегнать его ближе к гаражу. Здесь не совсем удобно ему стоять. И поэтому нам нужно запускать мотор. Но прежде чем мы будем запускать мотор, я хочу заменить указатель давления масла, чтобы проверить, может быть в нем причина. Если не в нем, то бачок поменяем. Нужно разобраться с давлением масла, чтобы уже нам не переживать по этому поводу. Так что сейчас вкидываем приборчик. Сейчас пойду поищу. Есть у меня здесь супер ящичек. И где-то были приборчики. Вот он. Да, он. Вот этот и поставим. Снаружи он такой страшноватый, но здесь состояние очень хорошее. Он сделан в России. Надо взять СССР лучше. Замена датчика здесь занимает буквально 10 минут. Еще сложного нет. Соединяем все. Главное не перепутать здесь провода, иначе у вас будет путаница. Вот такой у нас датчик. Кстати, он тоже выглядит красиво. Почему он не работает? Странно. В этом видео обязательно мы наведем порядок в КАМАЗе. Вычистим все, чтобы было аккуратненько, чтобы мы понимали объем работ, которые нам нужно делать. И вообще, какой вид работ мы будем делать с КАМАЗом. КАМАЗ я хочу оставлять себе. Давно мечтал об этой машине. Вот. Я думаю, нужно оставлять. Я думаю, нужно оставлять. Машина нам досталась не особо дорого. В районе 6,5 трампов. Поэтому, ну, это мечта, о которой я просто, ну, давно-давно мечтал. И которая, наконец-таки, осуществилась. Поэтому, как я сказал в прошлом видео, друзья, мечтайте. И никогда не останавливайтесь. Просто старайтесь, ну, всеми путями. Но самое главное, не сдаваться. Так что, продолжаем работать. Все. Что-то я разсементателизировался. Проводка у нас здесь вся штатная. Никакого колхоза. Все аккуратненько. Единственное, здесь вот что-то со спидометром кто-то здесь мудрил. Это типа пломба. Ну, мы все помним машинку, да, которую я показывал в предыдущей серии. Но в этой серии наверняка мы тоже ее найдем. Где-то она здесь валяется. Прежде чем запускать, еще хочу проверить уровень масла. Как там у нас с маслом обстоят дела? Масло у нас 1,3 уровня. Ну, нормально. Где-то полуровня вроде бы было, когда мы выезжали. А может быть, даже и столько же. Я уже не помню, к сожалению. Сейчас попытаюсь его запустить. Не подкачиваю, ничего не делаю. Друзья, вы видели, какое страшное масло на щупе Камаза? Обязательно это исправим. Заменим масло. Мой выбор пал вот на такое масло Любикс. Производителем которого является холдинг Белджин. Ведущий производитель смазочных материалов в Турции. И, кстати, в 2023 году компании будет уже 70 лет. Разработки, собственно, научно-исследовательского центра Белджин охватывают почти все модели современного мирового автопарка. Продукция Любикс имеет более 80 одобрений, ОМ-допусков и соответствий. Важное преимущество Любикс – это разумное сочетание высокого качества и доступной цены. В 2014 году компания стала первым турецким брендом смазочных материалов, получившим 5 звезд Европейского фонда управления качеством. Поэтому советую вам приобретать масла Любикс. Ссылку я оставлю в описании. Проходите, заказывайте. Любикс – это умный выбор. Любикс – это умный выбор. Запускается мотор немного странно. Запустится – заглохнет. Запустится – заглохнет. Но запускается с полтыка. Но ничего страшного, будем разбираться. Давление не показывает вообще. Вот так я припарковал КамАЗа. Здесь нам будет удобно. Не надо далеко бегать в гараж. И поближе все-таки к гаражу. Там проезд остался. КамАЗ пока что здесь будет стоять. Воздух накачал. Пониженные, повышенные работают. Ну, все нормально. Одним словом. Нужно обязательно заварить глушитель. Он некрасиво бубнит из-за этого глушителя. Вот. Это мы обязательно тоже сделаем. Ну и будем потихоньку заниматься. Давление масла показывает двойку. Газуешь – ничего не меняется. Уверенная двойка. Хочу также поменять, в общем, бачок, который стоит на фильтрах. Возможно, все-таки изначально в нем была причина. Завозился я, друзья. Даже забыл камеру включить. Смотрите. Навел здесь порядок. Здесь у нас была тряпка завешена. И обратите внимание, даже салонный фильтр у нас на КАМАЗе присутствует. Это такой наворот есть у КАМАЗа. Вот там радиатор печки. А здесь устанавливается вот такой фильтр, чтобы пыль не попадала водителю. Отключен кран на управление печкой холодной и горячей. Прошел все стыки. ВД-шечка я здесь, здесь, здесь. И, ну вот, хороший он КАМАЗ. Он хороший. Видно, что он, ну, вот такое все заводское еще. Вот эту тряпочку нужно убрать. Проводка здесь вся лежит. Аккуратненько по заводскому. То есть КАМАЗ, ну, нравится. Честно. Здесь установлен сигнал. Он не работает. Нужно будет еще разбираться с этим. Также у нас не уворован пневмосигнал. У нас не разворована пождеха. Вот стоит и котел, и насос. Все здесь на месте. Ну, пользоваться им, конечно, наверное, нет смысла. Вот. Тут также у нас сохранилась система жалюзей. Видите, мы разберемся с ней попозже, чтобы тоже ее использовать. Давайте покажу, что я нашел в кабине. Очень много интересного. Ну, обычный набор водителя, да. Это бутылка водки, шланги, тряпочки. Вот столько у нас шлангов здесь, как выяснилось, есть. Новенький шланг один. Ну, это тормозной шланг на тормозах. Вот. Ну, и интереснейший механизм, да. Я его сегодня вам покажу поближе. Как он работает, не совсем мне понятно. Присутствует какой-то реостат. Лампочка. Контрольная, сигнализирующая. Или что она делает, я не знаю. Ну, и привод, да. Давайте сейчас кинем, посмотрим вообще работает она или нет. Ну, как-то странно сделано. Сделано через лампочку. То есть, либо лампочка загорается, либо моторчик крутится. Крутнулся и останавливается. Ну, в общем, нам она не нужна. Мы ее сохраним для истории, да. Вот такой механизм. Еще помню, вот из таких вот трубок капельниц делали всяких чертиков. Это было очень-очень популярно. В машины сплетали там чертиков таких. Так что, вот такие времена помнятся мне из 90-х. Если вы тоже плели чертиков, то обязательно отпишитесь в комментариях. Здесь тоже нашел много вещей на этой стороне. Аптечка. Ну, аптечка здесь по назначению. Валидол есть. Да. Вот он, красавчик Валидол. Ну, Валидол есть. Упаковка не распечатана, потому что это КамАЗ. Да, вы поняли. Здесь также нашел фонари какие-то. Пакет. Вот еще один фонарь. Ну, ничего такого особо интересного. Крепление нашел для аккумуляторов тоже здесь. Ну, и самое интересное, сейчас вам почитаю. Директору автопарк номер 12. Докладная. Давайте вот так лучше будет. Довожу до вашего сведения, что на машине КамАЗ-4310, госномер такой-то, и при грузоподъемности 6,5 тонн я перевожу с прицепом 18 тонн. Норма расхода топлива установлена по минимальной грузоподъемности, то есть 6,5 тонн. 33 литра на 100 километров. В результате перегруза у меня перерасход происходит топлива. Прошу вас произвести замер расхода топлива. Так что КамАЗ наш трудился на свекле и возил по 18 тонн с прицепом. Вот, представляете? Вопрос только, сколько он трудился, остается открытым. Но, конечно, я не ожидал такого результата, но потом я понял, почему у нас такой специфический борт, который установлен на кузове. Нашел вот такую путевку Батько ВВ. Возможно, он нас смотрит. Показания спидометра были 28700 километров 21 марта 2017 года. Вот это последние уже, видимо, были пробеги этой машины в 2017 году. 5 лет назад. Продолжаем работать. Погодка классная, настроение хорошее, КамАЗ тема. По потолку у нас большая проблема. Обшивки все мы поменяем. Думал покупать кизлярские обшивки, но, наверное, все-таки куплю оригинальные. Скорее всего, оригинальные куплю. Навожу сейчас порядок здесь. Возьму компрессор, все выдую здесь, чтобы мне хотя бы было приятно сюда заходить, в эту кабину. Хочу пропылесосить все внутри. Наш пылесос Уралец, рожденный в СССР, прошел еще одну стадию смерти. И я оторвал у него верхнюю крышку. Он, как оказалось, вмерз колесиками. Я потянул за крышку, и она, к сожалению, оторвалась. Но он работает. Ну все. Умер Уралец. Какой-то звук неправильный. И вроде бы запах. Блин. Сглазил я его. Ну вот, совсем другое дело. Да, он еще чуть-чуть страшноватенько выглядит. Но, когда мы пройдем полиролькой, когда мы поменяем обшивки на потолке, этот КАМАЗ будет выглядеть очень классно. По кабине у нас один единственный нюанс. Это вот здесь вот, видите, подгнило чуть-чуть крыло. А так металл везде очень хороший. Очень хороший. Жаль, что КАМАЗа ставили просто на улице, после соли. Машиной я пока что доволен. Будем продолжать заниматься дальше. Ну что ж, потратил я где-то час. Но есть результат, друзья. Принимайте работу. Как вам КАМАЗ? Совсем другой облик у этой машины. Теперь подчистил все. Пробшикал полиролькой. Вот, теперь мне уже будет приятнее работать с этой машиной. И приятнее даже заходить вовнутрь, грубо говоря. Следующее, что нам нужно сделать, это разобраться с давлением масла. Попробуем поменять бочонок, который находится у нас на двигателе. И параллельно попробуем сделать глушилку. Разберемся, что там, почему у нас машина изнутри не глушит. Покопался, нашел вот такой датчик. Сейчас попробуем перекинуть. Непонятно только, он советский или современный. Сейчас переставлю. Я думал, если честно, его проще здесь выкрутить, но ключом просто невозможно подлезть нормально. Разобрал я наш механизм ручного газа и глушилки. Глушилка у нас работает, разработал ее, а вот ручного газа у нас не было. У меня есть такие тросики от автомобиля Фотон. Ручной газ от автомобиля Фотон. У меня точно такой же тросик стоит на Урале. Очень удобно. Можно выставить круиз. Вы просто накрутили барашку, обороты увеличились, и вы поехали. Надо накачать воздух. Добавили оборотов. Поехали. Очень точно он добавляет, но вот дозирует очень-очень точно. Советский этот либо большие обороты, либо слишком большие, либо маленькие. В общем, не совсем удобно. Поэтому попытаюсь переделку такую сделать, сразу реализовать. Здесь рассверлил. Также нужно рассверлить отверстие вот в этой резинке. Макита, блин. Надеюсь, меня не накрутят на него. Вот такая у нас получается площадочка. Бабышка сюда есть, она лежит отдельно. Ну и два троса. Этот будет у нас глушилка. Ее смазал все как надо. А это будут увеличенные обороты. Как вот здесь нам еще придется что-то мудрить. Собираю все обратно. Налил туда маслица. Кулиску смазал. Вот это шумоизоляция такая, чтобы, знаете, крокотания не было в команде. Которые вы все так любите. Но я тут немножко дырочку оставил. То есть, по-любому чуть-чуть будет. Глушилка работает. Это такая работа, признаюсь вам честно, вот прям без нервов нужна. Аккуратненько, не спеша. Потому что вот эти вот все штуки, барабульки, все вот это вот может сорваться. Останетесь и без рук, и без всего. Сейчас нужно вот премудрить какую-то глушилку сюда, болтик. Снизу гайка. Сейчас мы ее как раз обгручиваем, и упрем в корпус. А здесь будет болтик. Глушилкой глушится. А если надо это, и воздух подал, он тоже будет глушиться. У нас была отсоединена эта вся конструкция, поэтому он и не глушился из салона. Но вообще, в этом КамАЗе работает даже горный тормоз. Ну что ж, пытаюсь изобретать велосипед. Изготовил вот такой маленький кронштейн. Видите? Очень плотно туда зашел трос. И вот сюда он сейчас установится. Вот такой формы сделал болтик. Здесь зинккорнул под конус. Сейчас его вкрутим вот сюда. Заведем трос. Вот сюда. И ударчиком зажмем. И все у нас будет держаться. Теоретически. Вот это работает идеально, а вот эту нужно переделать. Завтра утром переделаем. Ее нужно выше и ближе. Друзья мои, пока вы спали, дядя Дима соорудил вот такую конструкцию. Она будет устанавливаться на ТНВД. И сюда одеваться тросик. Пришлось повозиться, не спорю. Второй уже это кронштейн. Но что поделаешь, хочется вот четкого повышенного газа. И я добьюсь этого. И я готов ради этого чуть-чуть повозиться. Так что сейчас я ее установлю. И покажу вам, закреплю тросик, покажу как работает. Вот он, друзья, большой-большой косяк. Я пропилил трубку. Спешка никогда не приводит к хорошему. Хотел для вас снять и косяк. Плеха-муха. Ну, не важно, оденем кусок шланга. Так, ну все, вот, все. Теперь я вижу идеально. Он упирается сюда. Это у нас газ в пол. Газ в полос. Как вы любите. Как Леша любит. Воздух сегодня накачал с помощью обычного компрессора, который у нас в гараже. Смог он накачать 6 атмосфер. И это нам экономит топливо. И не нужно стоять здесь, грюкотеть, грюкотеть, чтобы накачать воздух. Примерно 10 минут КамАЗ накачивает воздух. По-моему, чуть многовато. Не знаю. Но будем смотреть. Возможно, у нас уже слабенький компрессор. Хотя выглядит он красиво. Сейчас я могу уже продемонстрировать, как это работает. То есть, вот я, смотрите, вращаю барашку. А здесь происходит процесс увеличение оборотов двигателя. Ну, по-моему, вообще она очень крутая штука. Потом надо убавить. Чик открутил. Все. Ну вот. Все закончено. Решена проблема с оглушением двигателя. С нашим круизом. Все четко. Все поставил на хомутики. Устранил вот косяк, который здесь устроил. И заменил еще шланг. Один здесь некрасивый валялся. Вот. Более-менее здесь у нас порядок. Не хватает у нас клапана на FU. Видите? Ну, эта система, она не нужна КамАЗу. Он запускается и без нее. Нужно нам еще будет разобраться с топливной системой, заменить фильтра. Разобраться с отстойником. Моим любимым отстойником. Вот. Он у нас отсоединен. Если вот здесь можно посмотреть, он нас отсоединен. Нужно разобраться с тормозами. Промазать валы. Заварить глушитель. Работы еще очень-очень много. Сколько мы успеем в этой серии сделать, я пока не знаю. Но надеюсь на максимальную эффективность. Лазил я здесь. И как раз заметил лопнувший шланг на подкачку. Видите? И сейчас распилил мухту обжимную. Вынимаю. Внутри, видите, у каждого шланга такой идет фитинг. То есть, все, что нам нужно сделать, это сейчас отрезать. Нового шланга такого у меня нету, к сожалению. Если вдруг он нам понадобится, то нужно будет ждать там недели, чтобы нам доставили такую запчасть. Вот. Сейчас возьму хомутик сюда. Чик. Хомутик. И прикручиваем обратно. И все будет работать. Надеюсь. Кстати, систему подкачки нам тоже нужно проверить. Я еще даже ее не включал. Ничего не знаю. Просто наткнулся на шланг. И пока открытая кабина. Решил сразу его сделать. Большая проблема, то, что КамАЗ оставили в соли вот так вот стоять. Ну, к сожалению, вот он весь покрылся ржавчинкой. Но мы обязательно возьмем керхер, тщательно отмоем все его. И я думаю, он засияет новыми красками. Потому что так вот визуально, если смотришь, мотор, все красиво. Вот эта часть кабины, она тоже красивая. Но она, к сожалению, оставлена вот в грязи. И поэтому та же коробка состояния. Вы можете смотреть. Все аккуратненько. Все четенько. Так, ну что, решил я все-таки заняться сейчас тормозами. Это проблема, которая у нас существует. Мажу валы все, трещоточки, масленки, которые я встречаю, все мажу. Шприц вот такой у нас новый, пневматический. Огромная благодарность Мише. Миха 6х6. Это он подарил такой шприц. И для КамАЗа, вот он как раз то, что надо. Так что, Михе, огромное спасибо. Ну, Миша, лайк. Работает пока что нормально, четко все. Вот здесь уже промазал все. Рулевую тягу промазал. И сейчас уже пойду на вторую сторону, там тоже заниматься смазкой этих всех механизмов. Здесь тоже промазал. Пришлось вкрутить новую тавотницу сюда, в трещотку. Но здесь промазалось тоже и шкорень, и все промазалось. Решил я все-таки загнать в гараж на яму КамАЗа, потому что сзади нужно посмотреть, тоже промазать валы. У меня не достает туда шланг, во-первых. Во-вторых, нужно промазать сцепление, и погода такая мокрая, не хочется лазить здесь в воде спиной лежать. Так что загоняем вовнутрь. Включил подкачку, пока воздух есть, травит с той стороны. И травит там, где нету доступа, очень близко к колесу, и скорее всего придется снимать колесо, чтобы там сделать шланг. Видите, когда не герметичная система, я только подал воздух, отключаю кран, и сразу выходит. С давлением масла тоже непонятно, все-таки газуешь, не газуешь, все время на четверке стоит. Короче, бредящая какая-то. но непонятно в общем. КамАЗ все-таки интересная машина. Надеюсь, мы ничего там не забыли, бля, что я не перепроверил личный раз. КамАЗ это машина, спору нет. Это пониженная у нас. Давайте еще помучаем нейтралка. И повышенная. КамАЗ, конечно, классная машина. Веркало чуть-чуть, но вариантов не было. Ну что, друзья, товарищи, мы в яме, у нас потоп, тает снег, тает снег с кузова, тает снег на крыше, там просто безумие происходит. А что-то проделанной работе, снимать здесь не очень удобно. Здесь вал промазался, вышла смазка, трещотка промазалась, все нормально. Тягу промазал, тягу промазал, поперечку промазал, здесь вал промазался, все промазалось, дальше промазал крестовины, все промазалось. Эти крестовины, это на передний мост. Кардан на раздатку тоже промазал, сцепление вал промазал. Пальцы рессор промазал. Вот, выработки здесь в рессорах нету, вот можете смотреть. Все классно. Единственное, вот он такой ржавчиной покрыт. ПГУ, смотрите, немножко вроде бы потекло, но здесь у нас плывет соляра, помните, с обратки, она как раз вот здесь у нее крайняя точка, но пока не могу определить. Но жидкость не уходит. Здесь промазались. Крестовины кардана на заднюю тележку не мажутся. Вот здесь немножко у нас, видите, сальник пошел. Вроде бы этого не было, чуть-чуть поплыл, но, возможно, нужно почистить сапун. Этим мы займемся чуть позже. Штанги промазал, нижние, до верхних, я туда не долажу. Кардан тоже промазал. Здесь промазались трещотки, три вала промазались, вон те. Так все валы промазались. А вот в этом валу, к сожалению, вырвало саму масленку. Резьбы там нету, и что делать не знаю. По сути, все нормально. Единственное, разобраться с этой товотницей. И, в принципе, можно пробовать уже тормозить, отпускать, тормозить, отпускать, чтобы валы походили в самих втулках, и, возможно, все будет работать. Но нужно дождаться Лешу, чтобы Леша мне помог. Нажимал, а я здесь кувалдочкой бегал, отстукивал это все. Снимать здесь очень неудобно, темно, поэтому вам здесь ничего не снимаю, но работы проделано достаточно много. Светлая мысль посетила мою голову, как ни странно, и сообразил я. Вкрутил шланг напрямую, прямо туда, и все работает. Начал мазаться. Вал. Так, пока мы внизу, друзья, решил я все-таки проверить масла в наших механизмах, чтобы не переживать. Правильно? И знать, что у нас здесь все хорошо. Так, что у нас тут? Надо добавить. Нервы у меня закончились, сделал дырку, и вот так вот нагнетаю. Соска не могу найти, но вот так вот нагнетаю, и уже проще. Но долго, долго мучился, очень тугая смазка, блин. Еще бы желательно нам прочистить цапуны, конечно. Ну, посмотрим, если руки дойдут. Здесь цапуны автоматические такие, видите, не выведенные за кабину, а просто обратный клапан такой. Так, смотрим в КПП. Вы уж, друзья, прощайте за качество съемки, но у нас такие условия. Вы тоже должны ощутить весь кайф, да, ремонта КАМАЗа. Но я уверен, что мысленно вы со мной. Тут щуп, по идее, должен быть, да. сейчас протрем. Низ вверх от резьбы. Что это означает, интересно? Давайте глянем. Ну, все. У нас верхний уровень. Чуть отжал двумя руками. Это, видимо, нижний уровень, а это верхний. Скорее всего, так. Риск, ну, предположить. То есть, нижний у нас есть уровень, это уже хорошо. Ну, наверное, чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть прям. Все-таки масло лишним не бывает, но это не всегда. Смотрите, как работает раздатка КАМАЗ. Это шток включения повышенный, это шток включения нейтрали. Если нет воздуха в машине, да, вообще нету, пружинами штоки возвращаются, и КАМАЗ переводится в пониженную. Как только вы включаете повышенную, что важно, сначала подать вот сюда воздух, включить нейтраль, а только потом вы сможете, подав сюда воздух, включить повышенную. Потому что штоки одновременно два, они не перемещаются. То есть, смещаете сначала этот в нейтраль, а только потом этот в повышенную. Тогда включается повышенное. В нашем случае мы не могли включить, потому что у нас воздух неправильно подавался нашим включателем. То есть, он подавался либо в эту, либо в эту, но вместе не подавался. Но потом он начал работать. И еще один важный момент, из-за того, что раздатка КАМАЗа при отсутствии воздуха автоматически переходит в пониженную, ни в коем случае нельзя тащить КАМАЗ с установленными карданами, потому что если вы его тянете 60, то вы тянете его на пониженной, то есть вы должны понимать, что здесь такие обороты в раздатке, что просто капец, она может сгореть, вот, поэтому это если вы 50, еще 30 там тянете, да, но если вы там 70 тянете, это жопа, вот, поэтому всегда, всегда, всегда откручиваете карданы, один кардан отсюда, один оттуда, подвесили на проволочку и забыли, это обезопасит вас от потери раздатки, не забывайте, нету воздуха в КАМАЗе, раздатка в пониженной, все, продолжаем, смотрим масло в задних мостах, у нас потоп усиливается, это просто ужас, резко настало тепло и поэтому вот такое происходит, так, средний мост, бляха-муха, масло есть и сапун забит, прям давление, нужно чистить сапуны, не откладывать, о, давление, видите, какое там, масло есть, это уже хорошо, еще обнаружил очень неприятную проблему, вот такой вот косяк у нас, поэтому он и бубнит, буб-буб-буб-буб-буб, блин, снял я два сапуна, они у нас немножко здесь обломаны, вот один, ну принцип такой, что здесь клапан стоит такой, вот так он работает, то есть я все продул, прочистил, ну вроде бы должно работать, не выдержал, я снял глушитель, глушитель вот в таком состоянии, ну вариантов нет у меня, поэтому придется варить, думал отложить, но думаю ладно уже, все равно кроме меня никто не сделает, все равно нужно делать, поэтому решил демонтировать его, подварил сейчас тоже гофру там, вот здесь стык этот проварил вместе с электродом, хотел ее снять, но очень сильно прикорили трубы, поэтому я пытался сбивать, пытался, но не получилось, пришлось варить на месте здесь, но заварилось в принципе нормально, на какое-то время хватит, а там если что поменяем гофру. Сегодня я заварить глушитель, к сожалению, не успею, ну а завтра мы вернемся и начнем похоже с глушителя. Изобретаю глушитель, снял нашу часть, она оказалась вот в таком состоянии, мягко говоря, не очень. Возьмем вот эту часть глушителя с Урала, кто давно на нашем канале, он помнит, вот отрежем эту часть и сварим ее с нашей бочкой. Урал помогает с запчастями Камазу и хорошо, что я не выбрасываю все старое. Вы наверняка тоже из гаража не выбрасываете ничего, потому что когда начинаешь варить, то всегда что-то пригодится, всегда что-то нужно. Ну вот примерный вариант глушителя, который у нас выйдет в результате, надеюсь, сейчас он на прихватках и вот так он будет выглядеть. Ну как раз здесь за габариты машины он не выступает, то что надо. Сейчас снимаю глушитель, это очень сложно сделать одному и обварю все аккуратненько, все сделаю, у нас будет супер глушак. Леша, к сожалению, заболел после перегона Камаза, он сильно замерз. Вот, ему мы пожелаем скорейшего выздоровления, ну и приходится вот самому одному. Очень тяжело, потому что глушитель нужно держать, хомуты наживлять, трэш полнейший. Максим нам немного помог тоже. Ну в общем, всем спасибо, кто нам помогает, одним словом. Полчаса работы, может быть часик, и у нас вот такой красавец обварил, все достаточно прочно. Сзади тоже все обварил, косыночку вставил на всякий случай, хотя у него вот здесь идет крепление мощное тоже, но лучше пусть будет. Здесь такой очень большой угол. Сейчас буду устанавливать, придется помучиться, камеру не буду включать, там явно будет нецензурная лексика, а нас смотрят девушки и дети. Поэтому установлю, включусь и вам покажу, обязательно заведем машину. Вот, сюда я его перегнал, чтобы там мне не лежать в воде, здесь все-таки проще. Пришлось изготовить еще дополнительно шинку, глушитель тоже прокрасил, там немножко прошел, вот сейчас и шинку покрашу. Ребята, смотрите какие к нам приехали подарки, Makita не перестает нас удивлять, огромная благодарность компании Makita, вот такой супер компрессор они нам прислали. Наконец-то у нас будет очень классный компрессор на батареи, смотрите какой, прям, ну чувствуется качество. Вот, писюнок здесь такой, переходнички, ну крутяк, и здесь можно выставлять давление. Ну что, все собрано, все готово, давайте запустим мотор и послушаем, как КАМАЗ работает с новым глушителем. Пока выветривается гараж, я полазил здесь и нашел два шланга, у нас остались вот от 4318 КАМАЗа на подкачку. Возможно, они нам подойдут, поэтому сейчас скину переднее колесо и посмотрим, снимем шланг, посмотрим, что там происходит с нашим шлангом. Ты что, срывал? Да. Завелся. Ты что, не страшно? Нет. Что ты делаешь? Сторвался? Угу. Давай, помогу. Вот он наш шланг, сейчас здесь почистим немножко эту грязь, все. Вот, но, может и не буду даже здесь в гараже чистить, грязнить это все. Ну и шланг, видите, вот, где-то здесь, вот он сифонит, вот здесь. Сейчас поменяем его. Я смотрю, вроде похожий на 4318. Пошли гайки, без проблем, в принципе, откручиваются. Я боялся, что может чуть-чуть. Ага, это не хочет поворачиваться. Ладно, понял. Я понял. Леха, длиннючий он шланг этот, капец. Вот такой советский шланг с обжимками. Так, по длине прикинул, они почти то же самое, чуть-чуть короче, 4318. Но это не страшно, он подойдет здесь. Хватит ему длины. Подкачка в камазах очень сложная к реанимации. То есть она очень тяжело до сальников добраться. Они стоят внутри, в чулке моста. Вот, не в ступицах, а именно в чулке моста. И это создает определенные трудности. Поэтому и очень редко в камазе работает подкачка. Потому что ее сделать, это очень большой объем работы. Мне кажется, не совсем корректно у нас работает этот опушатель запаски. Что-то очень медленно он опускает. Решил я это поставить, если это колесо целое, то поставим его наперед. Вот, с той целью, чтобы у нас спереди стояли хорошие колеса. А вот это лысое снимем, и переднее поставим туда. Вот такая задумка. Наверное, все. Вот, там у нас накачано даже, прикиньте. Вы знаете, биения почти нет, можно сказать. Здесь тоже более-менее. Мокрый, друзья, уже весь. У нас потеплело. Одежда на мне еще такая зимняя. Фух, тяжело. Но, уже сделаю и буду знать, что у нас все хорошо. Что по шинам мы уже в более-менее хорошем состоянии. Еще у нас, ну, надо будет проехать. Очень сильно кривое колесо на средней оси. Возможно, его придется докупить и что-то поменять. Потому что оно, зараза, прям на видео смотришь, прям вот так. Вот так. И я просто прогнездамся. Почти финишная прямая. Я не знаю, реально ли это сделать в одиночку. Как там, по армейским нормам. Это тяжело, блин. Плюс, все-таки, немножко у нас неправильно работает этот привод. Потому что он плохо очень опускается. Поднимается хорошо, а вот опускается плохо почему-то. Фух, чуть-чуть отдохну и подниму. В следующих сериях мы займемся заменой масла. Мы займемся тормозами. Нам нужно будет разрабатывать еще больше педаль. Я сейчас все активно шикаю ВДшкой. Нам нужно еще разобраться с лебедкой. Лебедка тоже под вопросом. Нам нужно разобраться с подкачкой. Не знаю, еще не пробовал, уходит воздух или нет. Потихоньку будем продвигаться дальше с КАМАЗом. Если вам интересно, дайте мне обратную связь. Обязательно отпишитесь. Обязательно поставьте лайк. Если будет много лайков, просмотров, я буду продолжать заниматься КАМАЗом. Если будете вяленькая активность, вялая, то займемся нашими следующими проектами, в том числе Прагой. На нее я жду диски. К сожалению, немножко они задерживаются. Много работы и, соответственно, к сожалению, чуть-чуть задерживаются. Но ничего страшного, проекта у нас предостаточно. У нас еще Магнум стоит, не забывайте. В общем, будем работать, продолжать нашу движуху в гараже. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Ну и, как обычно, всего только самого наилучшего. Всем огромное спасибо и всем пока!